Всем привет! Привет, родная петь из солнечной Швейцарии. Меня зовут София Нюнко, и здесь я учусь и работаю с 2016 года. Я получила образование в сфере туризма и работаю в отеле в центре этого прекрасного городка под названием Люцерн. И сейчас я расскажу вам, как обстоит ситуация с коронавирусом здесь, в Швейцарии. Швейцария достаточно сильно пострадала от коронавируса. Дело в том, что страна находится в центре Европы и граничит одновременно с Германией, Францией, Италией и Австрией. И первые заражения пошли именно от Италии, в кантоне Тичино, в итальянской части страны. На данный момент по статистике в Швейцарии 30 тысяч заболевших, из которых полторы тысячи людей. Это был детальный исход. И, конечно, для страны с населением 8,5 миллионов – это огромные жертвы. В конце марта, когда количество заболевших начало стремительно расти, правительство Швейцарии ввело несколько строгих решений. Закрыли все магазины, рестораны, кафе, бары, отели. Также закрыли школы, университеты. И многие люди начали работать из дома. Множество мероприятий отменилось, и был введен запрет на встречи более чем пяти человек. Границы страны закрыли, но оставалась возможность путешествовать из города в город. Но несмотря на такие жесткие меры и быстрое распространение этого вируса, все равно людям можно было выходить на улицу, гулять с своей собакой, встречаться в компаниях до четырех человек и просто гулять. И это достаточно необычный подход, потому что он показывает, насколько правительство доверяет гражданам, которые, в свою очередь, подходят ответственно к своему здоровью, к здоровью других людей и относятся ко всем решениям правительства с большим уважением. Многие сферы пострадали от коронавируса, и в стране, конечно, вырос уровень безработицы, но не так сильно, как ожидалось. И сейчас он достиг отметки 3,5%. Государство, конечно, оказывает колоссальную поддержку для бизнеса и для всех тех людей, кто остался без работы. Особенно сильно пострадала сфера туризма, так как Швейцария славится своими волшебными видами и отелями с высочайшим уровнем сервиса. В отеле, где работаю я, основная масса туристов приезжает из Соединенных Штатов Америки и Азии. И, конечно, до открытия границ мы не ждем обычного потока туристов, как это у нас бывает обычно летом. На данный момент открытие границ планируется примерно в середине июня, но, конечно, это еще не точная информация. Очевидно, что такая ситуация не только в Швейцарии. Всемирная туристическая организация ожидает, что в 2020 году количество туристов сократится на 60-80% в сравнении с предыдущим годом. Но, к счастью, ситуация уже начинает улучшаться медленно, но верно. 27 апреля у нас уже начали открываться некоторые клиники, парикмахерские, хозяйственные рынки. 11 мая в Швейцарии открываются средние школы, университеты. В полную меру начинает работать общественный транспорт. Поэтапно начинает смягчаться пограничный миграционный режим и запускаются авиаперевозки. 8 июня уже откроются кино и театры, и можно будет собираться группами более чем 5 человек. Единственное, что до сих пор будет запрещено, это массовое скопление людей, где будет более чем 1000 человек. Поэтому многие летние фестивали, которые так пользуются популярностью среди местной молодежи, придется перенести на следующий год. Поэтому, как только путешествовать снова станет безопасно, я жду вас здесь, в удивительной и гостеприимной Швейцарии. До скорых встреч и берегите ваше здоровье!